Зачем Bugatti Music выпускает своих артистов через другой лейбл? Почему Арут перестал покупать фиты? И кто же стоит за самой большой музыкальной аферой в 2023 году? Все это вы узнаете в сегодняшнем видео. А теперь небольшая рекламная пауза, дорогие друзья. Сегодня у меня выходит песня «Мальчик». Да, я, кстати, из-за этого и снимаю это видео, потому что, ну, какая-никакая реклама. Так что обязательно... Иди послушай, сука, трэн! Обязательно иди послушай песню. Вот на такой доброй ноте я скажу тебе спасибо за то, что ты пришел, послушал мою песню. Bugatti Music это новый лейбл Мургенштерна, который был достоин очень много внимания. Но поверьте, друзья, после просмотра данного разоблачения вы поймете, что планы у парней намного грандиознее, чем вам показалось с первого взгляда. Это разоблачение будет не слишком большим, чтобы не раскрывать, так сказать, все карты. Но если вам понравится, то подписывайтесь, покажите активность, и я обязательно сниму вторую часть. Bugatti Music это лейбл, который поистине получает, ну, очень много внимания. И это, наверное, первый лейбл, которому вообще это внимание не нужно. Вот вы скажете, так это же лейбл Мургенштерна, Мургенштерн всегда пытается вызывать всех внимание. А я вам скажу, что данный случай это самое большое исключение из всех. И вы сейчас поймете, о чем именно я говорю. Но об этом чуть-чуть попозже. Ну что, начнем мы с вами с миллиардера. Самым начитанным человеком в интернете и самым главным богатым инвестором Bugatti Music. Орут на зарян. Недавно интернет заполонили уж, сука, кучу разоблачений про этого человека. Но на этом разоблачении мы затронем только то, что мы видели в разоблачении у Влада Козырова. В его разоблачении была раскрыта одна очень важная деталь. Но к этому мы с вами вернемся чуть-чуть попозже. Вот мы и собрались, друзья, с вами... Как это можно сказать? На перекрестке сектора газа, получается? Вот мы и собрались ради этого интервью на границе с сектором газа, который находится вон там, дорогие друзья. Вот на какие жертвы мы идем ради качественнейшего разоблачения на Bugatti Music. В пятницу вышел трек Олега Кизару и Орута, да еще и не только трек, а еще и клип, который снимал Романов. Кстати, клип довольно неплохой, но к нему вернемся немножко попозже. И вот у вас, увидев все происходящее, а мог на, блядь, что нахуй... И вот у вас, увидев все происходящее, вот клип, трек, фит, могло появиться несколько вопросов в данной работе. Ну вот, например, зачем Кизару фитовать с каким-то Орутом, блядь, который даже музыкантом не является, с его железнейшими принципами. Да еще и учитывая весь бэкграунд Орута, как вообще удалось организовать такой фит? И Олег ответил нам в своем инстаграме на наш долгожданный с вами вопрос. Другие люди более серьезно и Оруту заплатили, и мне, представляете, то есть... Ну окей, допустим, вам заплатили, ну допустим, даже взять рекламу 1xbet. Зачем рэперу Кизару брать и портить свою репутацию ради какой-то рекламы 1xbet D+, фита с Орутом Назаряном? Ебать, а фамилию запомнил, нихуя себе. Потому что, по факту, даже если бы он хотел так сильно прорекламировать букмекер, ему не обязательно было фитовать так-то и с Орутом для этого. Понимаете, да? И вот сейчас мы переходим к самой сути. Теперь переходим к самому главному. Расставим порядок. Расставим приоритеты. До начала войны России с Украиной в России работало множество международных лейблов. В том числе Uala Music, который принадлежит лейблу Sony Music, которого была выпущена, собственно, Бандана Первая. Работал лейбл Atlantic Records, через который был выпущен альбом Million Dollar Happiness и Million Dollar Business Моргенштерна. Но, увы, после военных событий все эти международные лейблы прекратили так или иначе свою деятельность на территории РФ. Я это сейчас, блядь, сам придумал, нахуй. Русскоязычным артистам нужно было придумать какое-то решение данной проблемы, так как через что, блядь, выпускаться через OneRPM? Нет, нахуй. Нужно выпускаться через нормальный отечественный лейбл. Нужно выпускаться через нормальный отечественный лейбл. И поэтому в Россию присоединяется компания под названием Warner Music. Давайте вспомним слова Влада Козыра из разоблачения про Аруто. Самое первое разоблачение про Аруто. Лейбла Bugatti Music по факту и не существует. Bugatti Music по факту и не существует. И, наверное, напрашивается у вас вопрос. В смысле, нахуй? Дорогие друзья, сейчас я вам открою небольшую истину, правду, в которую вы можете верить, не верить, но это факт. И вы можете все эти данные проверить сами. Все треки, которые выпускаются на лейбле Bugatti Music, на самом деле выпускаются по сей день через лейбл Warner Music, который работает в России. И вы, наверное, спросите, а какой смысл вообще все это делать? Ну вот смотрите, давайте я вам объясню. Вообще изначально по такой схеме работал лейбл Atlantic Records, но потом инициативу подхватили Warner Music, который заменили, так сказать, его в данный момент. Почему все это происходит скрыто? Почему об этом не говорят и почему пытаются утаить эти моменты? Так как Моргенштерн вроде TAPE иноагенты, все они иноагенты, то не может лейбл, который работает в России, выпускать иноагентов. Он сам станет иноагентом. Данный лейбл выпускает этих артистов скрыто. Якобы Bugatti Music выпускает их. Но на самом деле все работает только через лейбл Warner Music. И именно по этому факту я могу ответственно заявить, что лейбл Bugatti Music будет самым главным лейблом по выпуску иноагентов в 2023 году. Но не просто так же Моргенштерн выкладывает к себе в историю в Инстаграм, что через Bugatti Music будет выпущена Bandana 2. Вы думали он рофлит? А если я вам скажу, что ранее уже была новость о том, что Big Baby TAPE подает в суд на лейбл Koala Music, который принадлежит, опять же повторюсь, лейблу Sony Music. Почему TAPE подает в суд на лейбл, который выпустил ему альбом, который встрельнул во всех чартах? Нахуя ему это? Зачем ему это? Давайте по порядку объясню вам. Название альбома первой Банданы так и написано. Бандана первая. Не сложно предположить, что уже сразу понимали, что будет выходить вторая часть Банданы. И скорее всего, скорее всего, ну вот скорее всего, лейбл Koala Music подписывали договор с Big Baby TAPE и с Олегом Кизару. Будет выпущена Бандана 2 через них. И когда Koala Music, то бишь Sony Music, покинула территорию РФ, ну вот тут, наверное, случилось неудобство в плане выпуски альбома Бандана 2. И TAPE немножко психанул. Наверное, по договорам что-то там не сходилось в этом плане. Ну, не получилось как-то организовать выпуск Банданы 2. Если так подумать, это одна из причин, почему альбом Бандана 2 так сильно задерживается. И в этом не только виноват арест Кизару. Да и если просто посмотреть с точки зрения бизнеса, альбом до сих пор приносит роялти, он до сих пор в чарте, он до сих пор приносит прослушивание. С точки зрения бизнеса вообще невыгодно было выпускать вторую Бандану. Типа, ну вообще никак. Надо было подождать. Так что, скажем так, все события ими идут только на пользу. Пришло время к выводам, друзья. Лейбл Bugatti Music это просто компания для отвода глаз, для отмыва денег и для выпуска иноагентов через русский лейбл. Бандана 2 будет выпущена через Варнер Мьюзик и все другие треки иноагентов, которые выпускаются якобы под лейблом Bugatti Music. Надеюсь, я вам ответил на вопросы по типу того, почему лейбл Bugatti Music не вкладывает денег в N-Type, во всех своих, так сказать, во всех своих дефолтных артистов. Почему в них не вкладываются бабки? Надеюсь, сегодня я вам ответил на этот вопрос, потому что это не лейбл и он не будет вкладывать деньги никуда. Только лейбл будет вкладывать деньги в артиста. Надеюсь, я вам дал ответы на все ваши вопросы. Если хотите продолжение таких разоблачений, вашу активность и я обязательно продолжу. Все. С вами был Аристократ. Всем пока.